Вот это мой Голливуд. Дело в том, что в Голливуде там огромные площади, и там декорации, и все прочее. А у меня все вмещается вот здесь. Вот. Это руки Акаки Акакиевича, видите? А эта рука, видите, я могу двигать. Это то же самое. Это глаза. Понятно. Просто они не разрезаны. Ну, вот он. Это, конечно, все делает с пинцетом. Вот, видите? Прикрытые веки. Смотрят вверх. Заплаканные глаза. Это рисует моя жена. Она художник. И это все, что здесь, это она. Я потом во время съемки, я потом не только двигаю. Во время съемки, если мне нужно что-то дорисовать, я всегда делаю это. Детали стола. Акаки Акакиевича. Ну, вот видите, вот тут. Это чернила, будто пузырек для чернила. Я жил на окраине Москвы. Район этот назывался Марина Роща. Там были двухэтажные домики. Это был как будто бы маленький провинциальный городок. У нас в Мариной Роще, значит, дома плохие, окна всегда зимой запотевали, и по ним текла вода. И вот, чтобы вода эта не разливалась, клали под само окно, под стекло, клали такой шнурок, довольно толстый. И дальше его свешивали и в банку. И вода, которая натекала, она вся сюда, в банку. И вот у вас такого не было? КОНЕЦ Вот у Юры, скажем, свеча горит в стакане, в граняном стакане, или в стеклянном соседе, горит свеча. И этот кот там плюет, гасит от свечу. Я такой свечи ни в одном другом фильме не видел. Он меня заставил поверить, что да, этот кот настоящий. Это трудно объяснить, вы знаете, я сам не знаю почему. Это явление, которое еще до сих пор не нашло свои... Не то чтобы оценки, а оценку получил. Сказка сказок считается до сих пор лучшим фильмом всех времен и народов. А кто такой серенький волчок? Это не зоологический персонаж. Это персонаж песенки. Есть песенка, русская песня, колыбельная. Которая придет серенький волчок и утащит зобачок. Вот этот персонаж из детской колыбельной песни стал героем этого фильма. Придет серенький волчок. Надо его опять найти. Юра старался его найти, этот серенький волчок. Придет серенький волчок. Он ухватит замочек. Он ухватит замочек. Когда Юре спросили, о чем фильм сказка сказок, он очень просто сказал, о вечности. Я несколько раз посмотрел фильм, когда я наконец помню, что он говорит действительно о вечности. Вот так вращается наша жизнь из поколения в поколение. Из одного тысячелетия в другое. Что война, потом приходит на смену войне. Вот эта вот мирная жизнь. Потом приходит... Смешивается волшебство с реальностью. Редактор с реальностью. Встреча с реальностью. Редактор с реальностью. Продолжение следует...